Линия Пекин-Шанхай проектировалась под самые быстрые в мире поезда. Но прежде чем они выйдут на рельсы, им следует пройти один решающий тест на мистический феномен, означающий катастрофическое разрушение для любой конструкции. Это явление, называемое резонанс. Это крайняя форма вибраций, которая представлена здесь в преувеличенной форме. Вице-главный инженер Дзин Сян Сань должен непременно этого избежать. Это вертикальные вибрации на уровне 1. Это при 6 Гц. Да, при 6. Резонанс — главная забота конструктора высокоскоростного поезда. Резонанс — тенденция разнообразных объектов вибрировать неистовым образом при некоторых частотах. Например, этот камертон всегда резонирует при 440 Гц. Опасность резонанса в том, как предметы ведут себя, если их заставляют колебаться с их резонансной частотой. В 1940 году новооткрытый узкий Токомский мост в США претерпел катастрофическое разрушение. Колебания силы ветра оказались в идеальном соответствии с резонансной частотой моста. Энергия ветра непосредственно преобразовывалась в колебания моста, и он резонировал так, что развалился на части. Во избежание катастрофы Дин проектирует части поезда так, чтобы их резонанс наступал при разных частотах. Нужно тщательно подбирать материалы и способы их соединения. Это особенно важно для двух крупных компонентов — корпуса и колесной тележки. Сегодня испытывается корпус. Вибрирующие молоточки размещены в каждом уголке головы поезда. Техник медленно поворачивает лимб, изменяя частоту их вибрации. Если частота точно совпадает с резонансной частотой поезда, молоточек вибрирует особенно интенсивно. Это легко ощутить, но нелегко увидеть. Так что бутылка воды сможет в этом помочь. Дину необходимо, чтобы резонансная частота превышала 6 Гц. Это выводит ее из зоны, опасной для колесной тележки. Но и не слишком высокой, чтобы не оказаться в опасной зоне других элементов. Его цель сегодня — ровно 17 Гц. Эксперимент начинается при 13. Группа следит за любыми признаками резонанса. Я чувствую, это становится сильнее и сильнее. Мы уже приближаемся к резонансному диапазону. Точно при 17 Гц голова поезда оживает. Все поверхности неистово трясутся, а весь корпус издают звуки. Да, вот оно. Вы слышите звук? Он очень сильный. Дин точно определил резонансную частоту. И хорошо, что она точно соответствует задуманной конструктивно. Сегодняшний эксперимент имел огромный успех. Мы выполняли его несколько раз и всегда со стабильным результатом. Наша группа весьма довольна полученным результатом. Прошло полтора года после начала изготовления поезда. Главный конструктор Чжан Шугуан присутствовал при каждом его этапе. Сегодня у него самый особенный день. Новое поколение высокоскоростных поездов, поезд 380, появился. Такого не видел еще никто, кроме наших конструкторов и инженеров. Давайте-ка переживем этот момент вместе. Ну все, выводите. Мы видим его сейчас в лицо. Очень волнующий момент. Ну разве не красавец? По сравнению со старым поездом 350, новый, продолживший его карьеру, имеет более длинную и узкую головную часть, чтобы снизить сопротивление воздуха. Его тело округлено для увеличения прочности и обтекаемости. Для лучшей аэродинамики зазоры между вагонами были уменьшены. Общее впечатление – он более гладкий, быстрый и агрессивный. У поезда 380, который вы видите сейчас, самый высокоскоростной дизайн в мире. Этот поезд также самый безопасный, комфортабельный и самый энергосберегающий. КОНЕЦ